Дороги, газ и чистота. Этим всем теперь может похвастаться Нижнешиловский сельский округ. Глава Сочи встретился с местными жителями. 24 автомобиля эвакуированы на спецстоянку. В Сочи прошла краевая операция «Нелегальный перевозчик». В Сочи стартовала декада инвалидов. Во всех районах пройдут мероприятия, направленные на изменение отношения к людям с инвалидностью. Герой найдет последнее пристанище. В Сочи захоронят останки нашего земляка, погибшего в Великой Отечественной. Дороги, газ и чистота. Это позволит врачам даже в отдаленном поселке использовать возможности телемедицины. А помимо решения проблемы с третьей сменой в школах, не должно оставаться и аварийных зданий. Учебные заведения необходимо реконструировать. Сделал акцент президенты на развитии реального сектора экономики. Речь в том числе зашла и о поддержке аграриев. По словам президента, экспорт сельхозпродукции дает нам сегодня больше, чем продажа вооружения. В развитии сельского хозяйства многое зависит от регионов. Считаю, что нужно дать им больше самостоятельности в определении приоритетов использования федеральных субсидий на поддержку АПК. А сам их объем связать с увеличением башни, повышением урожайности, других качественных показателей эффективности производства. Далее, чтобы у наших фермеров появились новые возможности для выхода на рынок, необходимо уделить особое внимание поддержке сельхозкооперации. Я прошу заняться этим вопросом и Минсельхоз, Россельхозбанк, Росагролизинг, а также Корпорацию по развитию малого и среднего предпринимательства. В следующем году мы пополним ее капитал почти на 13 миллиардов рублей. Послание к федеральному собранию президент огласил в Георгиевском зале Кремля. Там собрались депутаты Госдумы, сенаторы, члены правительства, главы традиционных конфессий, руководители регионов. В числе приглашенных были председатель законодательного собрания края Владимир Бекетов и губернатор Кубани. По мнению Вениамина Кондратьева, выступление президента о реальных проблемах людей, о способах их решения и о будущем страны. Все были свидетельны тому, что послание президента это послание о жизни. Вот он четко сказал, что будущее России, будущее российской экономики в детях. И сегодня мы должны это понимать в том, что на школах, на детских садах, на образовании наших детей мы не можем экономить и экономить не будем. Он также отдельно обратил внимание и на фермерство. Фермеры это сегодня в нашем регионе, как я называю, подушка безопасности. А чтобы фермерам и в целом нашим аграриям стать сильнее, им, конечно, нужно объединиться посредством кооперации. Кредитная политика, которая сегодня провозглашена или обозначена президентом России, тоже очень важна. Он поручил ему, чтобы все-таки продумали политику доступных кредитов. Чтобы выполнить поставленные президентом задачи, на Кубани планируют установить показатели результативности для каждого получателя субсидий, добавил Вениамин Кондратьев. А чтобы ликвидировать третью смену в школах, в следующем году планируют ввести не менее 5000 дополнительных мест. А к строительству учебных заведений привлекают инвесторов, рассказал журналистам глава края. Инга Габешия, телекомпания ФКТ. Три часа диалога и десятки вопросов. Именно столько длилось пленарное заседание под председательством Вениамина Кондратьева на предпринимательском форуме «Дело за малым». Стартовав в крае впервые, форум уже стал популярным. Тысячи предпринимателей и бизнесменов получили ответы на свои вопросы, как строить и развивать малый бизнес, на что делать ставку и стоит ли рассчитывать на помощь власти. Небольшой фрагмент заседания увидим прямо сейчас. Мы хотели сделать такую деловую площадку, наверное, не по форме, а по содержанию, позволяющему понять проблемы малого и среднего бизнеса. Так, чтобы мы могли говорить и слушать друг друга. Коллеги, мы все вместе делаем экономику нашего региона. Сегодня малый и средний бизнес, он не обделен вниманием власти. Но вот это внимание носит такой порученческий характер, разовый характер. Есть проблема, и ее пытается власть решить. А ведь должна работать система, при которой проблема должна выявляться сама собой. Не тогда, когда представитель малого и среднего бизнеса добежал до власти или смог достучаться до губернатора, до главы района или до кого-то еще. Система – это концепция. Вот эта стратегия развития малого и среднего бизнеса, я надеюсь, при вашем активном участии сегодня здесь будет обсуждаться. При вашем живом общении мы сможем ее реально принять и запустить. Все инструменты, которые будут применяться в этой стратегии, в этой дорожной карте, должны быть максимально эффективны. Я глубоко убежден, что нельзя деньги просто раздавать. И наличие самой господдержки – это еще не основание для хвастовства, что ли. Господдержка должна все-таки быть ориентирована на рыночные механизмы. Деньги надо давать только тем, кто умеет на самом деле зарабатывать. Не тратить, не осваивать, а зарабатывать и возвращать эти деньги в бюджет в виде рабочих мест, налогов. Это принципиально важно. Власть, по большому счету, коллеги, должна выработать правила игры, равные условия для тех, кто сегодня находится в бизнесе, предпринимательстве. Должна быть какая-то рейтинговая система, что ли, оценки муниципальных образований по именно коэффициенту полезного действия по работе с малым и средним бизнесом. Я бы здесь хотел сказать, что здесь важен не количественный показатель, а именно качественный показатель, насколько он реально работает, этот малый и средний бизнес, в том или ином муниципальном образовании. Вот эта рейтинговая система у нас в крае в следующем году будет введена, поверьте, и она будет тоже очень красноречиво работать, насколько местная муниципальная власть занимается малым или средним бизнесом. Я хочу сказать, что я обычно езжу, когда по районам, и в основном жалуюсь на мелких чиновников. Знаете, у меня такое сравнение, чем меньше комар в народе говорят, тем больнее он кусает. Вот на самом деле чиновники рангом повыше, они уже как-то понимают, наверное, или как бы осознают, что шутить здесь никто с ними не будет. Я еще раз обращаюсь, коллеги, вот давайте просто будем здесь все вместе прозрачными, открытыми. Мы вместе делаем экономику нашего региона. Для меня не принципиально маленький бизнес, большой бизнес, средний бизнес. Все вместе, я еще раз подчеркиваю, мы отвечаем за то, насколько сильная будет Кубань сегодня, и насколько сильная и процветающая она будет завтра. Борис Юрьевич, что по-вашему малый и средний бизнес прежде всего ждет от государства? Ну, конечно, малый и средний бизнес ждет понятных сигналов о том, куда и как мы будем развиваться. Без малого бизнеса развитие никакой экономики невозможно, рыночной экономики. Поэтому я, конечно, хотел бы поздравить Вениамин Ивановича Краснодарский край с этой инициативой, потому что на самом деле у нас по большому счету такого большого форума на малого бизнеса нет. А Краснодарский край – это действительно центр развития, вся экономика Краснодарского края зависит именно от развития малого и среднего бизнеса. Я думаю, что Краснодарский край сейчас точно займет лидирующие позиции на федеральном уровне среди всех регионов по развитию малого и среднего бизнеса. Поэтому надо выводить наш форум на федеральный уровень. Я думаю, что нам нужно малому и среднему бизнесу, и есть чему учиться, и здесь обмениваться опытом со своими кубанскими коллегами. Поэтому давайте попробуем сделать это в федеральном форуме. Вы, наверное, ну, может, даже самый известный предприниматель уж в регионе, так точно, который начал с малого бизнеса, так ведь, да, поправьте меня, если я ошибаюсь, а стали в итоге крупнейшим представителем ритейла в стране. И я тоже хочу вас спросить, вот какая поддержка, прежде всего, государственная, нужна, на ваш взгляд, сейчас малому и среднему бизнесу? Мое мнение, что государство вообще ничего не должно бизнесу. И вот губернатор Краснодарского края, у него голова должна болеть о том, как содержать пенсионеров, детей, и как из того бюджета, который есть, дороги строить, детские садики. Я думаю, что единственное, что должно делать государство, это не денег давать, и мы выпрашиваем здесь руку протягивать должны. Оно должно вот этому молодому поколению вбивать в голову, что предпринимателям быть так же почетно, как прокурорам, как судьей, как другими специальностями. И что эти люди, они в ответе за тех людей, которых они берут на работу, что они создают добавочный продукт. И что они должны потом эти деньги тратить в том крае, в котором они находятся, потому что будут здесь жить их дети, их внуки. И вот это ментально мы должны передавать в университеты, может быть, государство на эти программы должно тратить деньги, чтобы молодые люди брали на себя ответственность, чтобы заниматься бизнесом. Вопрос действительно возник по задолженностям государства. То есть я согласен с Евгением Николаевичем, государство нам, бизнесу, ничего не должно. Но вот единственное, есть моменты, когда просрочки достигают от 30 дней по срокам оплаты до 260 дней по срокам оплаты. У меня есть, знаете, вопрос какой возник, а почему контракт заключили, а если лимиты в бюджете не предусмотрели? Это вопрос коллегам глава муниципальных образований. А если предусмотрели и деньги в бюджете заложили, то почему не оплатили? Для меня это пометка для того, чтобы я себе записал и в процессе уже следующей недели для себя ответил. Если есть контракт, значит есть лимиты. Нет лимитов, нет контракта. Тогда будет все честно, прозрачно и никого не будем обманывать. Вениаминович, прокомментируйте, пожалуйста, действительно повышение арендной ставки на землю, которая находится в собственности краевой. Вот этот вопрос по арендной плате, ее стоимости поднимают те, кто землю-то вот понабрал, говоря, понародни, понахапал. Вооборот, то ее не пускает, а платить это не надо. А хочет платить копейки, вот как это было всегда. Так вот, не нужно. Если ты ее не хочешь или не можешь использовать, верни. А если ты не можешь вернуть, ну как-то рука не позволяет, тогда плати. Но государство не может просто брать, отдать, и кто-то будет ее держать. И на самом деле это государство будет самым неэффективным управленцем или самым неэффективным собственником. Так не бывает. Кто взял землю, тогда или создай на ней добавочную стоимость, продукт, производство, все что угодно. Или тогда плати. Но по-другому я не вижу сегодня, как можно сделать так, чтобы те, кто сегодня эту землю забрал, начали ее эффективно использовать. Я занимаюсь производством композитов. У меня вопрос, планируется ли строительство какого-либо технопарка. В Краснодаре, в окрестностях, в крае. Сергей Викторович Алтухов, ответьте на вопрос, где и когда. И вы можете к нему подойти, кстати, и принять активное участие уже в формировании этого парка. Сейчас ведется уже строительство государственных и частных промышленных парков, значит, восточная промзона, о которой мы говорим. Сергей Викторович, вы хотя бы посмотрели бы, встали. Если спиной будем вот так, как вы, общаться, толку точно не будет. Давайте завершаем. Я хочу сказать, на самом деле, друзья, спасибо за активность, спасибо за то, что на самом деле сегодня прозвучали те вопросы, где-то неприятные, может быть, для нас. Но тем не менее, что просит средний, малый бизнес, да в целом бизнес? Конечно, он просит равных условий, наверное, в первую очередь. Равных условий со стороны власти для всех. Вот здесь не должно быть бизнеса для своих. Тут надо всем вместе с этим злом бороться, коллеги, еще подчеркиваю, всем вместе. Бизнес для своих, он должен остаться в прошлом. Все вместе мы сможем сделать и правовое поле, и чище, и экономическое пространство по-настоящему равным для всех, и возможности там будут одинаковые. Позиция должна быть, активная позиция, понимание того, что никто, никто нам это не сделает, кроме нас. Дороги, газ и чистота этим всем теперь может похвастаться Нижнешиловский сельский округ. Накануне глава Сочи встретился с местными жителями и отметил, селяне выполнили свои обещания, а город свои. Эта съемка сделана в июле. Впервые за 20 лет отремонтирована дорога в поселок Социализм. Для жителей поселка это без преувеличения дорога жизни. Она проходит через несколько густонаселенных пунктов Адлерского района, в том числе и через село Черешня. Последний раз полотно латали еще в советские времена. На сходе граждан сельчане попросили главу города помочь в решении этого вопроса. Мэр предложил, пусть жители наведут порядок в своих дворах, а город отремонтирует 4 километра дороги. И ждать долго не пришлось. Всего же в этом году в Сочи отремонтировано почти 120 улиц. Налажено и автобусное сообщение. В этом году наконец началась и газификация района. К голубому топливу уже подключились 200 домов. В помощь жителям в поселках открылись информационные штабы. Специалисты разъясняют, как правильно и быстро оформить техусловия на подключение. К тому же до конца года сохраняется правило. Домовладелец может выполнить какие-либо работы сам. К примеру, выкопать траншею и забетонировать столбы. Естественно, это обойдется дешевле, чем нанимать мастеров. А вот с 1 января самостоятельно сделать это уже не получится. Поэтому глава города посоветовал селянам поторопиться с подключением, пока есть шанс сэкономить. Тем более, что город и так взял на себя все расходы по строительству газопровода. В Краснодарском крае распределительные сети, но это сети низкого давления, которые по улицам у вас идут, строятся 50 на 50. 50% дает бюджет края, либо города, а 50% это деньги самих жителей. Мы же здесь сделали все 100% это деньги администрации Краснодарского края. 7 миллиардов рублей. Пожаловались жители на низкое напряжение в сети. Представитель электросети отметил, есть факты воровства энергии. Между тем, многие люди платят исправно. Глава Сочи тут же созвонился с руководством сочинских электросетей и договорился о решении вопросов в кратчайшие сроки. Улеченных в хищении будут отключать. А вот остальным сети обязаны дать положенные 220 вольт. Нарекания у селян есть и к работе спецавтохозяйства. Мусор вывозят редко и некачественно. Здесь же на сходе граждан заменен мастер САХ, отвечающий за участок. Анатолий Пахомов отметил, чистота дворов должна гармонировать с благоустройством улиц. И если жители уже начали сами с себя, то мэрия с удовольствием пойдет им навстречу. В ночь с пятницы на субботу и весь день 3 декабря в Сочи ожидается штормовое предупреждение. Ветер с порывами до 30 метров в секунду. Все службы города переведены на усиленный режим работы. При возникновении ЧАЭС звонить с мобильного телефона по номеру 010. К другим новостям. В Сочи прошла краевая операция «Нелегальный перевозчик». Госавтоинспекция выявляла нарушения в сфере перевозок грузов и пассажиров. Инспекторы технадзора ГИБДД проверяли водителей, управляющих грузовиками, автобусами, а также такси. Особое внимание было уделено техническому состоянию транспорта и наличию разрешительной документации. Всего за время проведения операции в Сочи было выявлено 114 водителей, управляющих технически неисправными машинами. 14 водителей выехали в рейс без путевок. 24 автомобиля были эвакуированы на спецстоянку. Сегодня в администрации города состоялся торжественный прием сочинских бухгалтеров. Накануне их профессионального праздника – Дня аудитора и бухгалтера Краснодарского края. Он отмечается в первое воскресенье декабря. 30 лучших бухгалтеров города сегодня были награждены грамотами и благодарственными письмами главы Сочи. Анатолий Пахомов поблагодарил сотрудников отрасли за своевременное и правильное перечисление налоговых платежей, благодаря чему город может решать социальные вопросы, строить школы, больницы, детские сады. В городе Сочи у нас сегодня достаточно хороший профессиональный коллектив бухгалтеров по всем нашим подразделениям, администрациям. И мы с вами вместе видим, что мы успешно продвигаемся вперед по всем направлениям и выполняем свои социальные обязательства в полном объеме. Ну и даже сложные, как считается, в целом в стране времена, инфляции и санкции. Тем не менее, в городе Сочи мы справляемся с тем бюджетом, который перед собой ставим. В Сочи стартовала декада инвалидов. С 1 по 10 декабря во всех районах курорта пройдут мероприятия, направленные на изменение отношения общества к людям с инвалидностью. А сегодня в зале органной и камерной музыки состоялся торжественный прием главы города. В Сочи проживают более 18 тысяч людей с инвалидностью. Еще пять лет назад просто выехать в город маломобильным сочинцам было непросто. Большое внимание созданию безбарьерной среды было уделено во время подготовки к Олимпиаде. И сейчас это наследие необходимо не только сохранять, но и приумножать. С этих слов и начал свою речь мэр курорта Анатолий Пахомов. Мы, власти, все будем делать для того, чтобы всячески поддерживать людей в достижении цели, когда они в этом нуждаются. Делать все возможное для защиты прав интеграции инвалидов в политическую, социально-экономическую и культурную жизнь города – ответственная задача для общества. Глава города также отметил высокую активность и помощь в проведении различных мероприятий общественных организаций инвалидов и реабилитационных центров. Самым инициативным руководителем Анатолий Пахомов вручил благодарственные письма. Слова благодарности и поздравления в адрес маломобильных групп населения, а также организации, работающим с такими людьми, выразил и председатель городского собрания Сочи. Благодарственное письмо от депутатов получила и Римма Виноградова. Уже 15 лет она работает помощником Любови Морозовой, которая возглавляет одну из организаций Всероссийского общества инвалидов «Рассвет». В нем числятся 86 человек, в основном пожилые люди. Вчера мы раздавали продовольственные наборы, завтра мы будем денежно-материальную помощь давать. Внимание им, конечно, ну а большую помощь, к сожалению, мы оказать не можем. Ну вот депутат у нас в Мингалееве, он, конечно, помогает инвалидам хорошо. Пожалуй, самое главное для людей с инвалидностью – это внимание. И сегодня, в канун празднования Международного дня инвалидов, прошел праздничный концерт. Участие в нем приняли представители общественных организаций и ребята, выступавшие на фестивале «Хрустальный петушок». Кристина Щербина инвалид детства по зрению, но, несмотря на свой недуг, старается вести активный образ жизни. Раньше занималась спортом, теперь – вокалом. Главное, говорит Кристина, идти по жизни с улыбкой. У меня душа такая светлая, мне хочется всем людям это показать, чтобы они всегда все улыбались, несмотря на свои невзгоды, проблемы, чтобы у них все было тоже хорошо. Занимаюсь я в Центре дополнительного образования, в ХОСТе у своей преподавательницы Бриндаус Виктории Вильямовны. И таких людей, не теряющих веру в себя и желающих принести пользу родному городу, в Сочи множество. Главное, отмечают они, чтобы общество их принимало и всячески поддерживало. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. 9 декабря Россия отметит День Героев Отечества. Одним из центральных мероприятий в нашем городе станет церемония захоронения останков нашего земляка, погибшего в годы Великой Отечественной войны. О том, как и где проходила поисковая операция, курсантам военно-патриотического клуба «Патриоты России», учащимся 10-й школы, рассказали люди, принимавшие участие в розыске родственников павшего воина. Во время поисковых работ на местах боев в Лаукском районе Республики Карелия в августе 2016 года были найдены останки военнослужащих нашей армии. Все солдаты погибли в ходе наступательной операции весной 1942-го. Среди личных вещей бойцов нашли и именной медальон сочинца Григория Некрасова, который значился пропавшим без вести. Мы хотим погрузить детей в эту удивительную историю, рассказать, так как эти дети будут 9 числа принимать участие в захоронении останков нашего героя Григория Некрасова. В День Героев Отечества на мемориальном комплексе в Завокзальном районе состоится церемония захоронения останков нашего земляка, который в свое время работал машинистом-дизелистом сочинских электросетей, но, имея бронь, ушел на фронт. Это на самом деле будет резонансным событием. Дань памяти тем людям, которые защищали нашу страну, выражается одной фразой. Война не окончена, пока не захоронен последний солдат. Почтить память героя на церемонию захоронения останков Григория Некрасова из Ростова-на-Дону приедут и найденные родственники солдата. Это внучатый племянник со своим сыном. Рината Шипулина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». И продолжаем. Две пятерки себе поставил Университетский экономико-технологический колледж СГУ. Учебному заведению исполнилось 55 лет. Сегодня там состоялся праздничный концерт. В 1961 году в Сочи был открыт политехнический техникум. С тех пор прошло 55 лет. Сегодня бывших выпускников пригласили на праздничные мероприятия, но вначале они познакомились с выставкой, которую подготовили нынешние студенты. Хорошо, что фотографии есть. Хорошо, что вообще это мероприятие проводится. Ну и приятно, конечно, вспомнить. Вот в 1966 году мы закончили. В 2011 году политехнический колледж был взят под крыло Сочинским госуниверситетом. С тех пор он называется Университетским экономико-технологическим колледжем. Очень много мы сделали для того, чтобы усовершенствовать материальную базу колледжа. Провели ремонт и оснастили очень современным оборудованием, современными лабораториями. По ряду лабораториев это оценки специалистов и экспертов. Мы сейчас лучшие в России. Это, например, лаборатория технологии продукции общественного питания. И, наверное, не зря. Поэтому на этой базе прошли уже три всероссийских конкурса мастерства кулинарного искусства. Очень много работаем сейчас над тем, чтобы войти в движение WorldSkills, стать сертифицированным центром. А тем временем сами студенты, получая здесь среднеспециальное профессиональное образование, развиваются и творчески. Это можно было сегодня наблюдать и на праздничной сцене, и на выставке достижений студентов. Летом я увлеклась лепкой. Лепкой фигурок. Вот таких вот фигурок из одной игры. Мне слишком сильно эта игра понравилась, поэтому я остепила 35 таких фигурок. Сейчас в колледже по 11 специальностям обучается 1860 студентов. И, как отметили сегодня приглашенные гости, колледж с каждым годом становится более востребованным. Его выбирают даже иногородние студенты. Неизменным осталось одно – это качество знаний, которое получают наши студенты, наши выпускники. Мы знаем это не только потому, что мы готовим этих студентов, но и потому, что нам говорят об этом наши работодатели. Педагогический штат колледжа насчитывает 110 профессионалов. Многие из них трудятся здесь практически всю жизнь. Ветеранов педагогического труда поблагодарили отдельно и старые, и новые выпускники. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Ну и в завершении выпуска информации от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошив, штор на заказ. Партнер выпуска новостей – бизнес-центр «Гранд». В «Гранде» большой ассортимент товаров для дома и ремонта, а также мягкой и корпусной мебели для интерьеров разных стилей и направлений. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...